Почему мы так сильно любим хорроры? Возможно, нехватка адреналина вызывает в нас желание побояться, или нас привлекает возможность смотреть на ужасы вне нашей жизни. В общем, кинопроизводители в 19-м году делают большую ставку на этот жанр, и этим летом будет отчего поглубже вжаться в кресло. Вот 10 предстоящих хорроров этого лета. Вильзевул. Это инди-фильм ужасов от мексиканского режиссера Эмилио Портеса. Дело происходит на границе Мексики и США. По сюжету, после трагической потери своей семьи детектив Риттер должен расследовать массовое убийство в школе, совершенное учеником. То, что ему кажется довольно ясным случаем, принимает сверхъестественный оборот, когда священник из Ватикана появляется с другой точкой зрения, и связывает это дело с появлением древнего демона Вильзевуэ. Демера фильма состоялась на испанском кинофестивале Сиджес в 2017 году, и рецензии говорят нам о том, что это будет мрачный, депрессивный нуар с элементами хоррора в характерной мексиканской стилистике. Обитель страха. Это мистический хоррор-вестерн, и на самом деле существует не так много фильмов, где эти жанры смешиваются, а удачных примеров такого сочетания еще меньше. Мировая премьера этого фильма состоялась в 2018 году на кинофестивале в Торонто в рамках программы «Полуночное безумие». В России же его можно будет увидеть на большом экране с 6 июня этого года. Это дебютная работа для режиссера Эмма Тами, которая раньше занималась исключительно документалистикой. Одесская картина происходит на Диком Западе в 19 веке. По сюжету где-то в прериях совершенно обособленно живет пара, и по соседству с ними появляется еще одна. Женщины из обеих пар быстро находят общий язык и проводят много времени в компании друг друга, пока одна из них, забеременев, не начинает странно себя вести. Судя по отзывам с кинофестивалей, это будет кошмарно-мрачное исследование домашнего одиночества, от которого кровь леденеет в жилу, медленной и с головой затягивающей в свою атмосферу. Детские игры Ремейк хоррора 80-х. Детские игры, который подарил нам убийственную куклу по имени Чаки. Оригинальный фильм, увидевший свет в 1988 году, рассказывает о кукле, в которую вселяется душа серийного убийцы Чарльза Ли Рея. Кукла попадает в обычную семью и начинает творить злодейство, а дух злодея вознамеревается из куклы переселиться в тело живого человека. Картина оказалась настолько популярной, что в итоге было выпущено 6 продолжений. Последняя часть «Культ Чаки» вышла не так давно, в 2017 году, но, к сожалению, уже весь цикл о маньяке, застрявшем в теле куклы, окончательно зашел в тупик. В новой версии Чаки — это самый модный продукт игрушечной кампании, сделанной по последнему слову техники. И здесь не будет мистики с переселением душ. В грядущем ребуте кукла Чаки станет деструктивной машиной со сбоем в программном обеспечении. Ее код будет взломан, благодаря чему высокотехнологичная игрушка обретет сознание, а заодно желание совершать кровавые преступления. Проклятие Аннабель 3 Это третий фильм в серии Аннабель и седьмой во вселенной заклятия. Франшиза, основанная на паранормальных исследованиях Эда и Лоррейн Уорренов. Действие картины происходит сразу после того, как в последнем фильме Эд и Лоррейн забрали куклу Аннабель, чтобы удержать ее от дальнейших разрушений и хаоса. Они приносят куклу к себе домой и помещают ее в запертую комнату с другими злыми артефактами. Там кукла пробуждает злых духов комнаты и вскоре начинает мучить десятилетнюю дочь Уорренов и ее молодую няню. Кстати, если вы не знали, Эд и Лоррейн Уоррены не просто главные герои франшизы, это вполне реальные люди, исследователи паранормальных явлений, ставшие прототипами героев. Так реальная Лоррейн Уоррен, героиня Веры Фармиги, скончалась в апреле этого года в возрасте 92 лет. Ну а режиссером к этому фильму выступит Верри Доберман, он был сценаристом обеих частей Аннабель и Диалогии Оно. И это будет его дебютная работа в качестве режиссера. Песень Дьявола Вероятно, некоторые из вас уже видели этот фильм, так как мировая премьера его состоялась еще аж в 2016 году. Ну а если не видели, у вас есть отличная возможность увидеть его на большом экране. Возможно, это не самый идеальный хоррор на свете, но он определенно достоин внимания. За интересную идею, за серьезный подход к делу и за старания авторов. Это история про то, как одна женщина после тяжелой трагедии с ее сыном нанимает специалиста по оккультизму для проведения загадочного ритуала, который позволит ей вновь увидеть сына. Локаций здесь совсем немного. Основное действие разворачивается в одном единственном доме, где на много месяцев закрываются оба героя. А весь сюжет состоит из их разговоров и выполнения зловещих обрядов. В фильме много напряженных, пугающих моментов, но при этом минимум буэффектов. МА Это новый психологический триллер от студии Блюмхаус. Студия славится выпуском малобюджетных фильмов ужасов и слэшеров, оказывающихся успешными в прокате. Например, Прочь, Счастливого дня смерти, Астрал, Сплит и многие другие. А режиссером МА стал Тейт Тейлор, снявший «Оскароносную прислугу» в 2011. По сюжету одинокая женщина заводит дружбу с группой подростков и разрешает им проводить вечеринки у себя дома. Но есть ряд правил, которые нельзя нарушать. Как раз когда дети думают, что это отличное место для вечеринок, начинают происходить странные вещи. Их гостеприимство МА превращается в навязчивую идею и кошмарный кошмар. А дом МА из лучшего места в городе становится худшим местом на планете. Я вижу, как твои большие глазки наблюдают за мной. Главную роль фильма исполняет Октавия Спенсер, обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Прислуга». Давненько я так не отрывалась. Присягнувшая тьме Действие фильма разворачивается в 17 веке, в то время, когда ведьм не жаловали. Сюжет строится вокруг истории молодой женщины, которую ложно обвиняют в колдовстве и отправляют на казнь. Однако ее спасают и направляют в монастырь, чтобы покаяться в своих грехах. Там она обнаруживает, что стены ее нового пристанища скрывают нечто более зловещимое. Режиссером и сценаристом фильма стал Пол Хайетт, автор «Дома терпимости» и «Судного дня», начинавший свою карьеру в киноиндустрии как художник спецэффектов. Премьера фильма состоялась в Великобритании в 2018 году, а до наших экранов он дойдет только 11 июля. Солнцестояние В оригинале название фильма звучит как «Мидсоммер». «Мидсоммер» — это праздник середины лета в Швеции или праздник летнего солнцестояния. Он отмечается в ближайшую после 19 июня субботы. Это новый фильм Ариастера, постановщика Ринкарнации. И, судя по трейлеру, нас ожидает новая современная версия плетеного человека, где за милыми улыбками и легкими нарядами скрываются страх и смерть. Главный герой хоррора — молодая пара, которые приезжают в Швецию, где планируют отдохнуть и насладиться видами природы. Параллельно они хотят посетить старого приятеля, живущего в небольшой деревне, где как раз происходит летний фестиваль. Все идет хорошо, пока не выясняется, что с праздником связан местный языческий культ, и в скором времени отдых превратится в жестокое и беспощадное состязание. Голоса с того света Оригинальное название фильма переводится как «Мертвые не разговаривают». Это бразильский детективный хоррор 2018 года, который до нас добрался также только в этом году. По сюжету служитель морга обладает оккультным даром и может разговаривать с недавно умершими. Плюс к этому главному герою привозят не обычных умерших, а в основном членов преступных группировок Сан-Паулу. Мертвецы доверяют ему свои секреты, но однажды главный герой узнает нечто ужасное о своих близких. В общем, это мистическая история, фоном для которой служит криминальный мир Сан-Паулу. Аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok